Здравствуйте! В эфире программа Азбукопотребителя. С вами Мария Бодрова. Сегодня говорим о риске сердечно-сосудистых заболеваний при онкологии. Почему важно бороться с проблемой сообща и почему онкология это не приговор. Разберемся по буквам. Врачам известен механизм зарождения злокачественных опухолей. Однако однозначно сказать, что именно приводит к такому сбою работы организма достаточно сложно. Онкологи выделяют множество факторов, повышающих риск возникновения рака. Одним из ключевых среди них является курение. Именно никотин вызывает одну треть всех онкологических смертей. Причем его негативное влияние доказано не только в случае рака горла, горта, нелегких, но и поджелудочной железы и желудка. Если мы параллельно с лечением, назначаемым врачом, пациент будет вести правильный образ жизни, вовремя принимать препараты лекарственные, вовремя обращаться к кардиологу, к онкологу, проходить профилактические осмотры, вовремя пожилые пациенты раз в году, если это возможно, проходить и тесты какие-то небольшие, нагрузочные, на проверку резервов миокарда, тот же трендмилл-тест, виллергометрия, холтеровское мониторирование электрокардиограммы, можно будет в какой-то степени предположить о резервах миокарда и предупредить, скажем, какие-то осложнения, которые могут быть у данного больного. Различные заболевания сердца и сосудов существенно усложняют лечение злокачественных опухолей, поскольку сегодня в онкологии используются достаточно радикальные методы терапии. В первую очередь сердце негативно реагирует на химиотерапию, поскольку препараты пагубно действуют на сократимость миокарда. В этом случае риски для сердечно-сосудистой системы часто и крайне опасны явления для пациентов после 50 лет. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в общем-то, это первопричина смертности во всем мире. На втором месте устойчивая позиция занимает онкологические заболевания. Но в настоящее время, в общем-то, ситуация радикально меняется, и успешное лечение во многом онкологических заболеваний позволяет продлить жизнь больного на многие годы. Кардиологические диагнозы увеличивают количество осложнений после курса химиотерапии. В некоторых случаях могут стать поводом для прекращения лечения, подбора менее эффективного лечения, отказа от оперативного вмешательства. Поэтому онкобольной с проблемами сердечно-сосудистой системы должен находиться под постоянным наблюдением кардиолога. В настоящее время развивается новая специальность, называется она кардиоонкология, или даже логичнее было бы назвать онкокардиология. То есть я бы назвала, что основная задача этой специальности – не потерять больного от сердечно-сосудистых осложнений в процессе успешного лечения онкологического заболевания. Как показывает практика, именно ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы при проведении химиотерапии заставляет прервать наиболее эффективную схему лечения и вернуться к ней лишь после лечения сердечно-сосудистой патологии, а иногда и полностью отказаться от продолжения противоопухолевой терапии. Благодаря тесному сотрудничеству онколога и кардиолога в ведении больных с выраженной сердечно-сосудистой патологией появилась возможность лечения таких пациентов, проведения современной эффективной химиотерапии, в том числе и использования таких кардиотактических препаратов, как антрациклины. В настоящее время онкологическое заболевание – это далеко не приговор. И те цифры, те огромные цифры людей, которые находятся под наблюдением врачей онкологического диспансерна, долгое время, которые живут долго и счастливо. И, собственно, исходы могут быть самые разнообразные, совершенно не онкологические. Должны знать, что и онкологическое заболевание относится, в большинстве, к вариантам хронического заболевания, так же, как и любое сердечно-сосудистое. Злокачественные опухоли, поражающие саму сердечно-сосудистую систему, явление крайне редкое. Дело в том, что сердце постоянно активно, в нем поддерживается высокий уровень метаболизма, а это является своеобразной профилактикой заболеваний онкологии. И очень часто сердечно-сосудистые заболевания выступают манифестирующими в плане развития онкологического. То есть при развитии онкологии появляются очень часто нарушения свертываемости крови. И множественные тромбозы, которые могут быть у больного, они могут быть первыми признаками развития онкологического заболевания. Если вы такое, для примера, если вы видите множественные тромбозы, которые плохо излечимы, то тоже нужно подумать в плане диагностики первоначальных этапов онкологического заболевания. Постоянное наблюдение больных кардиологам, знающим особенности онкологических пациентов, позволяет проводить эффективное химиотерапевтическое лечение, при этом оптимизировать, поддерживать сердечную деятельность. Таких больных не отказывать им в лечении и не отправлять на симптоматическое лечение без реального оказания помощи. Будьте здоровы! Надеемся, что наши советы были вам полезны. Смотрите нас на официальном сайте и в эфире телерадиокомпании «Губерния». Субтитры создавал DimaTorzok